По уже сложившейся традиции, визит в часть ребята начинают у обелиска, погибшим при выполнении служебного долга. Минута памяти как напоминание, что выбранный ими путь, сколько почетен, столь и опасен. Но за три года ни один курсант не пожалел о выбранном пути. Школьная программа не дает такого глубокого погружения в профессию спасателей. Понимая это, огнеборцы к своим будущим коллегам относятся с особым вниманием. В отличие от обычных посетителей, 8-й К-класс 4-й школы имеет возможность испытать на себе некоторые тяготы и лишения воинской службы. К ними стараемся больше провести разъяснительные беседы, как, что, ими да по пожарной тематике научить их. Мы проводим для них, каждый раз, когда они к нам приходят, мы проводим для них разные мероприятия. Это где-то эстафеты, где-то конкурсы. Сегодня в дымокамеру сходили, посмотрели. На тренировочном комплексе, конечно, не были задействованы все усложняющие факторы. Однако и простое преодоление лабиринта в амуниции потребовало серьезных усилий от молодых спасателей. Сложного достаточно не такого не было, но были узкие моменты, где нужно было пролезать и складываться практически в коробочку. Было очень интересно почувствовать, как работают пожарные в чрезвычайной ситуации. Нужно отметить, что на этот эксперимент вызвались девчонки, а мальчишки лишь восторженно наблюдали со стороны. Впрочем, для компенсации своего эго некоторые из них продемонстрировали свои возможности на бесконечной лестнице. В целом же кадеты МЧС проявляют большую заинтересованность в дополнительных возможностях. Детям очень нравятся такие экскурсии по пожарной части. Им хочется не только теоретически узнать что-то новое, но и также потрогать, пощупать, быть в машине пожарных, испробовать оборудование на себе. Им это очень нравится и они с радостью сюда приходят. Большинство ребят кадетского класса МЧС уже вполне осознанно строят планы на будущее. Ведь профильное обучение школьными годами не ограничивается. Мы предлагаем, что после 11 класса они могут обратиться к нам в отдел кадров и оттуда взять направление на бесплатное обучение Министерства общественной ситуации 5 лет. Это все бесплатно. И потом в дальнейшем с трудоустройством по распределению в части по всей России. Также по сложившейся традиции экскурсия в пожарную часть закончилась обещанием спасателей в следующий раз показать ребятам еще что-нибудь новенькое. Константин Цыганенко, Михаил Адвахов. Наши города.